Дело было осенью 2007 года. Я тогда только переехал из деревни в город, где мне по наследству досталась очень неплохая трехкомнатная квартира. Мне все в ней очень-очень нравилось, кроме одного места в моей спальне. Напротив кровати стена была абсолютно голая. Меня это жутко раздражало, и я решил после работы как-то заехать в ближайший магазин мебели и купить зеркало и поставить его там. На следующий день я поехал выбирать его и случайно заметил у магазина сбоку что-то наподобие частного стихийного рынка, где люди продавали разные вещи, кто книги, кто какие-то детали. Я заметил там мужика, который стоял рядом с картиной. Эта картина мне очень понравилась, на ней была изображена девушка в полный рост. Она была просто прекрасна. Рама картины была очень похожа на ту, что я однажды видел в музее, и насколько я помню, та картина была старинной и меньше ста лет. Но я подумал, а вдруг это и столько же? Конечно, я сразу решил, что денег на эту картину мне не хватит. Вдруг антиквариат, полотно, большое, рама, ручной работы. Но картина буквально очаровала меня, и я все-таки спросил у этого мужика, сколько она стоит. Я был очень приятно удивлен тем, что он затребовал всего пять штук рублей. Сначала я подумал, что, может, мужик не разбирается в искусстве или спер ее где-то. Я приехал домой, повесил картину напротив кровати, просидел весь вечер за телеком, потом лег спать. Но среди ночи я проснулся из-за странного шепота. Мне показалось, что в моей комнате кто-то говорил, не открыл глаза, ничего не увидел. Но после того, как я пролежал в темноте пару минут, мне показалось, что я вижу какое-то движение в картине. Подойдя к окну, я подвинул шторы, чтобы лунный свет хорошо осветил комнату. Я обернулся и увидел. Из картины торчали руки и голова. И то, что было в этой картине, стремилось наружу. Только вот вместо красивой девушки из картины вылезало нечто уродливое. Вместо белоснежной кожи, полосгнившей о плоти. Ни в одном фильме ужасов я не видел такого жуткого лица. На некоторых пальцах были попросту сломаны и оторваны ногти. Как будто оно долго скреблось сквозь эту картину. Я простоял в оцепенении буквально мгновение. Потом все-таки пришел в себя, быстро одел джинсы, выбежал в коридор, прихватив куртку и ботинки. Вышел на улицу, сел на лавку и никак не мог оторвать взгляд от своего окна. Я был готов поглязться в том, что увидел темный силуэт в окне. Успокоиться я смог только когда расцвело, дождавшись, пока солнце осветило мою комнату. Я решил вернуться в квартиру. Я зашел в комнату и увидел, что изображение на картине, такое же, как и раньше, белокурое, девушка с белоснежной кожей. Оценив ситуацию, я подумал, что если я выброшу картину, ее может кто-то подобрать, забрать в себе. Поэтому я ее решил сжечь. Вынес картину на задний двор, полил бензином под шок, смотрел, как она горит. И не ушел, пока не убедился в том, что она полностью уничтожена. После этого прошло несколько недель. Все вернулось в нормальное русло. Правда, пару раз я все-таки сходил к психологу, потому что нервы у меня хоть и крепкие, но случай все же выбил из колеи. И вот однажды вечером после работы я, как обычно, сел смотреть телек и в каких-то криминальных новостях услышал, что нашли труп мужчины, задушенного у себя в квартире. Окна и замки были закрыты изнутри. Милиция не могла объяснить внятно, что там произошло. И когда показывали сюжет и съемки квартиры, я снова оцепенел. В кадре на стене висела именно та картина, которую я сжег. Единственное отличие было в жуткой ужмылке белокурой красавицы.